Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Более 6,5 тысячи инфраструктурных проектов реализуют в Казахстане в рамках программы «Дорожная карта занятости». Об этом на очередном заседании правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения. По словам Бржана Нурмбетова, ремонту и строительству подвергнутся социальные объекты, инженерно-транспортная инфраструктура, растительные и эрогационные системы. Благодаря проводимым работам будет создано свыше 250 тысяч новых рабочих мест. Как подчеркнул премьер-министр страны Аскар Мамин, одним из главных приоритетов деятельности правительства является сохранение занятости населения. В ходе выступления глава Кабмина заявил, что в ряде регионов работы по реализации программы начались. В числе тех, кто демонстрирует положительную динамику, Аскар Мамин отметил Восточно-Казахстанскую, Жамбулскую, Карагандинскую, Туркестанскую, Павлодарскую и Алматинскую области. Стоит отметить, что в разрезе регионов ЖТСУ реализует больше всех проектов – 977. На реализацию программы Алматинской области выделено более 109 миллиардов тенге. Благодаря разработанным проектам будет создано 23 тысячи рабочих мест. Из них 11 тысяч через центр занятости населения. На 960 проектов объявлен конкурс. 639 уже имеет итог. Заключено 365 соглашений. Ведутся строительные работы. В целях сохранения занятости населения во всех городах и районах области создано 20 мобильных рекрутских пунктов. Мы вместе. Еще 100 семей получили помощь от бизнесменов в Толгарском районе. Депутат областного масляхата Даняр Нурбаев не остался равнодушным и поддержал земляков в это трудное время. Предприниматель вручил продуктовые корзины на сумму почти 3 миллиона тенге. Смотрите далее. Гульна Золтымбекова, мать-героиня, имеющая 11 детей. Супруг работает разнорабочим. Женщина воспитывает младших детей. В это тягостное время семья оказалась в сложной ситуации. Зарабатываемых денег не хватает, чтобы прокормить семью. Именно с них и начали благотворительную акцию активисты. Они вручили женщине продуктовую корзину. Спасибо большое, что оказали нам помощь. Сами знаете, время сейчас трудное. Никому из нас нелегко. Благодарю от всей души. Мои младшие очень счастливы. Продукты сейчас подорожали. Купить мы не в состоянии. В числе получателей помощи многодетные и неполные семьи, пенсионеры, а также родители, воспитывающие инвалидов. Депутат областного маслехата Даниар Нурбаев и его команда лично отбирали каждого, кому помощь действительно остро необходима. В это сложное для страны время мы должны поддерживать друг друга. Доказать, что вместе мы преодолеем все трудности. Спасибо большое нашим меценатам, которые оказывают помощь нуждающимся. К сожалению, самого Даниара Нурбаева сегодня нет. Он так хотел лично вручить продуктовые корзины каждому. Но работа превыше всего. Всего с начала режима ЧП предприниматели и активисты партии Нур-Отан охватили помощью 2707 района. Акция «Безбергемс» будет продолжена. Заверили ответственные лица. В районе еще немало нуждающихся, которым требуется помощь. Дамир Анитов, Курманджан Хасмжанулы, Аманжол Женкешев, телеканал ЖИЦУ. Продолжаем выпуск. Аузашар с доставкой на дом. Священнослужители и прихожане мечети Талдыкургана запустили благотворительную акцию. Ее цель – дать ихтар постящимся в священный месяц и тем самым совершить благое деяние. В течение всего Рамадана неравнодушные жители областного центра будут обеспечивать продуктами питания нуждающихся. Только за один день они посетили 60 человек. Львиная доля получателей продуктовых наборов – это пожилые постящиеся. Как считают организаторы, именно этой категории лиц в такое непростое время необходимо уделять больше внимания. По их словам, оказание помощи, а также проявление уважения и почтения к старшим является одной из главных ценностей ислама. Как утверждают инициаторы, это не последняя акция по доставке еды. Осуществлять эту деятельность в течение священного месяца Рамазан будет волонтерское движение. Даже если двери мечети закрыты, то двери для благих дел всегда остаются открытыми. Считается, что тот, кто накормит постящегося, получит большую награду от Всевышнего, призывая неравнодушных граждан присоединиться к акции по доставке еды. Также хочу попросить, чтобы в такое непростое время люди помогали друг другу. Столетний юбилей отпраздновала жительница города Текили и Фрусинья Великанова. Пожилая женщина была живым свидетелем многих судьбоносных событий на рубеже двух эпох, в том числе и победы советских войск в Великой Отечественной войне. Заслуженный ветеран труда, заботливая мать, бабушка и прабабушка сегодня делятся секретом своего долголетия со своими внуками и правнуками. Жительница Текили и Великанова Ефросинья – одна из немногих долгожителей Алматинской области, отметившая вековой юбилей. Родившаяся на Алтае в интернациональной семье, она была самой младшей из семи детей. К слову, воспоминания о детстве у женщины связаны не только с бытовыми трудностями, но и частыми переездами. Так, в 1930 году вся семья обосновалась в Лениногорске, восточно-казахстанской области. Там же, вслед за братьями и сёстрами, Ефросинья Великанова окончила школу-семилетку. Я в школе училась, когда закончила семь классов. В начале трудового пути 17-летней Ефросиньи Великановой приходила встречать вагоны и вести учёт перевозимых грузов. Свой следующий этап жизни женщина посвятила цифрам и счёту. Так началось её знакомство с новой для неё профессией щитовода – ваглоцехе свинцового завода. Позже была переведена в гидроцех того же предприятия. После военные годы Ефросинья Великанова провела в должности бухгалтера вплоть до выхода на пенсию. Однако, будучи на заслуженном отдыхе, труженица тыла не осталась в стороне. Принимала активное участие как в общественной жизни, так и в воспитании подрастающего поколения. «Работала я и не получала ни выговора, ни замечаний у меня не было от руководителей. И от главного бухгалтера, от главного управления никогда я замечаний не получала». Заслуженный ветеран имеет множество наград и грамот. В их числе – медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, знак победителя социалистических соревнований, медаль ветерана труда и другие памятные награды. Как отмечает сама юбиляр, из всех поощрений ей особенно дороги лишь две. «Мне две приятных медали. О том, что я все же труженик тыла во время войны, что ушла я на пенсию. Меня проводили. Меня проводили с честью и с уважением. Две медали». «Мы своей бабушкой гордимся еще и потому, что, несмотря на такую тяжелую жизнь, считай, с самой юности – это и голод, и война, и все. Ну, вся жизнь была трудная. И тем не менее, она сохранила и доброту в сердце. Нежная, добрая бабушка». Ефросинья Великанова пользуется почетом не только в кругу семьи. Уважаемую жительницу навещают представители общественных организаций, учащиеся в школах, семейные друзья, а также администрация города Текили. Власти населенного пункта поздравили юбиляршу, вручив ей памятные подарки. «Очень приятно, что в городе Текили проживает долгожительница Великанова Ефросия Григорьевна. Со стороны государства она получила 30 тысяч тенге в канун праздника 9 мая. Помимо этого, все коммунальные услуги мы закроем. Со стороны республиканского бюджета выделены средства именно на покрытие коммунальных услуг по 15 тысяч за два месяца, апрель-май. И вот за два месяца мы все коммунальные услуги закроем». Гульмира Тимиргалеева, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ, Текили. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok